Всем огромный привет! Сегодня, как всегда, хочу вам показать интересную самоделочку. Она очень проста в изготовлении, но пригодится обязательно каждому мастеру. Толстостенная пластиковая труба – незаменимая вещь для этой идеи. Конечно, не у всех есть такая труба, но, может быть, у кого-то завалялась. Желаю всем приятного просмотра. Я начинаю. Поехали! Сначала нужно ровно отрезать один край трубы. Для этого я буду использовать малярный скотч. Это самый простой метод разметки ровного реза. Два конца должны совпасть между собой, и тогда получается абсолютно ровная линия. Добавляю сетку на «ролючок». Перекладаю пластиковый. Использую стопку на «ролючок». Патрон! Встречаю в парню-палест. Подземляю его сетку на «ролючок». Продолжение следует на «ролючок». Выстрел в полный удар. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такая вот, друзья, получилась очень мощная струбцина. Простая в изготовлении. Сделаю себе еще одну. Просто у меня болтов не хватило. Докуплю и сделаю. У меня будет двери. Надеюсь, идея вам понравилась. Расскажу, как можно повторно использовать отработанный водопроводный фильтр. У меня он стоит на прочистке бассейна. И приходится его менять раз в неделю. Так как этот фильтрующий элемент состоит из матка ниток, я нашел ему отличное применение. Для начала промываю его в чистой воде. Затем кладу ведро с водой. И заливаю белизной, чтобы его обеззаразить. Через 5 часов кладу его на солнышко и просушиваю. После того, как продезинфицировали этот фильтр белизне, просушили его на солнышке, теперь его можно использовать как рулон довольно прочной веревки. Здесь, я думаю, больше 200-300 метров точно есть. И за бесплатно. По факту он стоит 60 рублей новый. Если его использовать, потом выбрасывать, получается, что веревка нам достается бесплатно. Вот такая вот веревка. Довольно прочная на разрыв. Можно ее использовать, как, например, подвязывать помидоры, огурцы. То есть, много чего подвязывать. Вот такой вот способ я вам предложил. Можно сказать, лайфхак. Как можно использовать ненужный фильтр, который вы собираетесь выбросить. Спасибо. 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 Ну, вот такая вот классная самоделка для походов, для отдыха у меня получилась. На ней можно кипятить чайник, жарить разные блюда. Также даже можно, я думаю, потом на углях жарить шашлык. Это приспособление довольно компактное и удобное. Кому понравилось видео, поддержите меня подпиской, поставьте лайк. Желаю всем добра, успехов. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.